Яблоки, огурцы и даже бананы. Праздничный стол Алмаза буквально ломится от угощений. Больше всего бегемот любит арбузы. Впрочем, и бананы с удовольствием уплетает. Повод для столь пышного застолья – день рождения. Бегемоту уже 30. Дети из приюта в гостях у Алмаза впервые и пришли не с пустыми руками. В подарок стихотворение. Именинник – бегемотик. У него хороший вид. Толстый выставил животик на гостей своих глядей. Хоть и не были знакомы с Алмазом, характер подметили верно. Любит поесть по натуре философ. Он очень такой философский, что ли, мальчик. Он любит больше полежать, посмотреть на посетителей. То есть не скажешь, по нему не видно, что он очень сильно рад или очень сильно расстроен. В шумной компании Алмаз предпочитает одиночество. День рождения у него не вызывает большой радости. Впрочем, и пришедший на праздник не знают, то ли радоваться за него, то ли нет. Он на неволе 30 лет уже. Но если с ним за то, что-нибудь там случится на воле, его лечить некому будет. А тут его вылечат за то. На воле бегемоты живут лет 30. В неволе вдвое больше. Так что Алмаз, говорят сотрудники зоопарка, в самом расцвете сил. Бегемоты есть только в пяти зоопарках России, в том числе и в Екатеринбурге. Большое животное требует больших площадей. К тому же, как правило, бегемоты агрессивные. Были случаи, когда они травмировали людей. В отличие от сородичей, Алмаз дружелюбный. День рождения любимца отмечает весь зоопарк. Правда, торжества в основном на улице. Бегемот в обеде не остался. Редактор субтитров А.Семкин